Нас интересует вопрос, изложенный в положение части 16, статьи 39.4, в части определения податайства о привлечении, в частности, нас интересует адвоката, который должен быть допущен в составлении соответствующей доверенности, либо ордера адвоката. В связи с тем, что пограничная деятельность в сфере защиты охраны государственной границы связана с выявлением правонарушений в стадии перемещения граждан, и, как правило, в местах их задержания обеспечить адвоката какого-то стационарного нахождения адвокатов не представляется возможным. А заявление лиц о том, что представить такого-то или такого-то адвоката, оно может иметь определенные временные характеристики. Поэтому мы бы хотели в конце предложения дополнить с учетом срока составление протокола об административных правонарушениях. Вряд ли это мы можем позволить по всем. Лица, нарушившие правила засечения границы в пограничной зоне, в пунктах пропуска, то есть эти лица, они всегда находятся в стадии перемещения. И когда они заявляют об определенном адвокате, который, возможно, находится в другом регионе, в другом городе, не там, где это лицо было задержано по выявлению правонарушения. И вот это непонятно, у нас в данный момент такая практика существует, что наши должностные лица, возбуждившие дело, они не знают, в какой временной отрезок нужно обеспечить присутствие адвоката этому лицу. В каких рамках процессуальных? Мы же не можем бесконечно ждать прибытия адвоката или представителя его. Поэтому вот мы бы просили как-то ограничить в процессуальных сроках предоставление адвоката. Сейчас это очень частая практика, лица очень много заявляют с момента возбуждения дела о присутствии адвоката. Мне кажется, Владимир Николаевич, что здесь статья немножко о другом. Не о том, что нужно кого-то привлечь, а о том, что если ты заявил, что вот он мой представитель, доверенности не нужно. Он должен быть допущен. Конечно, поэтому если его нет, никого ждать не надо. Там совершенно про другое, мне кажется, написано в тексте. То есть не нужно письменный документ, подтверждающий полномочия этого представителя. Поэтому никаких рисков у вас не будет в этом отношении. Право обеспечения присутствия лежит на стороне, а не на государственном органе. Сроки. Нас просто интересуют сроки. В рамках мы ему должны объяснить, что, допустим, мы составляем немедленно протокол, либо в течение 48 часов. Как правило, у нас в основном в эти сроки составляются протоколы и передаются на рассмотрение. Мы должны объяснить гражданину, что в рамках 48 часов мы можем обеспечить присутствие адвоката. Скажите, пожалуйста, вот эти платформы у нас обеспечиваются, обеспечение защиты платформ, которые располагаются на континентальном шельфе, вами обеспечиваются или... Нами обеспечиваются. Вами обеспечиваются. То есть на шельфе тоже проблемы возникают? Нет. Там мы возбуждаем административное расследование. Там у нас сроки довольно... Но, с другой стороны, я конкретный случай беру. Когда у вас лодки там приблизились к этой платформе, возник вопрос задержания, задержания, доставления, задержания судна, помещения. То есть и там довольно активные, понятно, совершенно право, там активные были участники этого процесса. Вы каким образом решали вопрос с обеспечением их представительства, не знаете? Мы там... Ну, там сроки у нас довольно-таки большие. Административные расследования были бы сейчас увеличены. Да, я так понимаю. У нас в этом проблемы нет. У нас проблемы вот с перемещением, в частности, пункта пропуска и в пограничной зоне, либо на государственной границе. Когда лицо перемещается. Он стационарно в этом месте не проживает. Сергей Николаевич, у них возник вопрос понимания статьи. Если вопрос понимания статьи возник, значит, то есть нам придется либо это редакционно уточнить... Сергей Николаевич, ну вот на самом деле там просто из текста можно уточнить, но речь идет о том, что в этом случае не надо письменный документ. Вот мне кажется, там смысл именно такой заложен. И больше ничего. Если он пересекает границу с адвокатом, значит, он скажет, это мой адвокат. Все. Он будет его представлять. Если у него не было, ему представлять никого не нужно. Просто вы задерживаете его и все. Все процессуальные действия совершаете. В таком случае в качестве... Он устаивает, пожалуйста, пусть приходит. У вас нет необходимости, обязанности ему это обеспечивать. Абсолютно. Из этой статьи, во всяком случае. В таком случае, Вяткин, в таком случае можно предложить компромиссный вариант, что допуск непосредственно лица без дополнительного представления документов, от ордера, либо соответствующей доверенности по ходатайству, не влияет на процессуальные сроки или на сроки рассмотрения совершения процессуальных действий. Вот, собственно, и все. Пожалуйста, если человек хочет, то это задача непосредственно адвоката прибыть туда, когда составляется и так далее. То есть его же никто ждать не будет. Специально неделю или две, если адвокат в отпуске, или уехал на курорт, на другой конец света и так далее. Давайте мы его подождем месяцом, пока у него отпуск закончится и так далее. Потом он может приболеть и так далее. Вот нет, мне вот только этот и так далее. В таком случае процессуальные действия будут совершаться в присутствии других, так сказать, законных представителей. Вот, а если и их нет, то, значит, как есть, так есть. То есть без влияния на процессуальные сроки, что можно сделать, так сказать, внести соответствующую адвокационную правку. Геннадий Павлович, пожалуйста. Большое. Уважаемые коллеги, в данном случае у нас есть определенная структура, и мы не можем, например, в норму, которая регламентирует, упрощенный порядок наделения полномочиями адвоката как представителя в процессе, включить еще и норму о сроках. Я полагаю, что этот вопрос у нас решается в специальной норме о сроках составления протокола и о сроках рассмотрения дел, потому что мы иначе просто структуру, процессуальной части кодекса нарушим. Давайте. Так, пограничная служба. Когда мы вернемся к тому вопросу, который сейчас Елена Владимировна подняла, давайте еще раз обсудим с вами эту статью. Действительно, с учетом характера правонарушений, которые пресекаются или которыми занимается пограничная служба, действительно, все находятся в движении возможные правонарушители. То есть мы сейчас об этом подумаем. Я согласен с Сергеем Анатольевичем о том, что направленность пункта 16 статьи несколько иная, но поскольку возник вопрос, видимо, нам нужно будет найти на него ответ. По этой статье есть еще вопросы? Пожалуйста, да, микрофон. Бондаренко Антон Алексеевич, Верховный суд, управление системы инициации законодательства анализа судебной практики. Ну, мы бы хотели согласиться с Сергеем Анатольевичем, потому что он действительно абсолютно обоснованно говорит о том, что в этой норме совсем иной посыл идет. И непосредственно эта норма была взята из судебной практики Верховного суда, именно из постановления пленума. Тут речь идет о чем? То, что если лицо привело непосредственно на рассмотрение дела какое-либо другое лицо, которое хочет, чтобы оно защищало свои права, то не надо для этого лица выписывать какую-то отдельную доверенность, нотариально, либо заверять в соответствующих полномоченных органах. Поэтому, о чем говорят наши коллеги, это касается совершенно другой проблемы, которая называется право на защиту представления протокола в административном промышлении. Люди действительно что делают? Заявляют ходатайство о представлении ему защитника. Но это совершенно иная смысловая нагрузка, и этот вопрос надо обсуждать в рамках других норм в процессуальной части кодекса. А к этой статье это не имеет ровным счетом никакого отношения. Спасибо большое. Хорошо. Вопрос давайте так. Всего скорее он решится путем оставления этой нормы в этой редакции с учетом вашей ссылки на Верховный суд. Что касается интересов пограничной службы, действительно нам нужно будет понять при обсуждении других статей о том, чтобы ваши возможности для предотвращения правонарушения не были ущемлены. И по собственной защите границы, и по дополнительным функциям, которые на вас возложены. Да, пожалуйста, еще по интересам генерального прокуратура, пожалуйста. Генеральная прокуратура Малышева. У нас замечание к части 8. Законные представители могут поручить участие в производстве по делу избранному полномочному представителю. Вот на обсуждение такой вопрос. Законные представители несовершеннолетних и недееспособных, насколько правомерно будет предоставить им такую возможность поручить вместо себя, ну вот как во всяком случае при чтении, буквальном прочтении этой статьи, получается, что как будто законный представитель несовершеннолетнего либо недееспособного может поручить это делать другому. Может быть, все-таки это сделать только в отношении юридических лиц? Может быть, вот здесь дополнить? Если мы говорим, например, о родителях, которые не являются специалистами в области права, и они хотели бы воспользоваться квалифицированной юридической помощью, почему они не могут это сделать? Как раз-таки мы специально прописали эту норму, чтобы у них была возможность это сделать. Когда мама, которая является законным представителем несовершеннолетнего лица, заключает соглашение с адвокатом. Хорошо, а если тогда сконструировать статью таким образом, чтобы это не освобождало законных представителей от личного участия в деле, помимо того, что будет представитель, уполномоченный имя? По-моему, мы это предусмотрели. Да, оно не освобождает, никоим образом мы это предусмотрели. То есть вы имеете в виду, вот в контексте, если предыдущих частей, да, вот там, где... Пункт седьмой, в частности. Да. Не освобождают, никоим образом. Да, они могут вместе участвовать, если лицо производства, которое находится, делалось, отчтет это необходимо. То есть могут поручить, это имеется в виду, помимо своего участия дополнительного. Ну, тогда замечание снимается. Хорошо. Спасибо. По этой статье все прошли замечание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.